Микс Ньюс Обстоятельные ответы Я могу очень коротко сказать, что Очень сложный вопрос Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Ну таков наш закон Доброе утро, здравствуйте, уважаемые слушатели Возвращается из летнего отпуска программа Добро пожаловаться И, конечно же, ее ведущий Председатель правления Товарищества центра консультаций собственников квартир Сергей Сидорко В нашей студии Доброе утро И поскольку, ну вот, закончились действительно выборы в Рижскую думу И один из ключевых вопросов Наверное, мы постоянно его обсуждали в программах всех партий И в дискуссиях он поднимался Рига с наму парвалднекс Что будет дальше с Рига с наму парвалднекс Много каких-то претензий к его было в работе И политики всячески пытались как-то, я понимаю, и на этом построить свои какие-то предвыборные обещания И сегодня мы хотели как раз-таки действительно обсудить эту тему более подробно Сегодня в нашей студии вот первый председатель правления Рига с наму парвалднекс Эрвин Страуя Здравствуйте Доброе утро И также Я понимаю, что последний, кого выбирали на конкурсе Председатель правления Айварс Гонтарев Добрый день Здравствуйте Ну Я думаю, что Я попросил коллег прийти сюда в студию Потому что было масса вопросов по Ригу с наму парвалднекс Меня какое-то время пытались дожать Это же действительно некоторые радиослушатели с Ригу с наму парвалднекс Хотя я совсем с другой стороны И я думаю, что набор гостей у нас будет не случайным Поскольку господин Страупа Это первый председатель правления Который объединял все домоуправления И очень много игрищ политических было Зачем объединяли, почему Может быть мы можем узнать предпосылки И какие цели были Ну а господин Гонтарев Это, насколько я понимаю Это последняя попытка партии согласия Каким-то образом привести в порядок этого большого монстра И он был назначен по конкурсу И пытался что-то сделать в течение нескольких лет Я думаю, может быть Эти люди могут Открыть некоторые моменты Которые, ну никогда, может быть, не звучали так И не обсуждались В публичном пространстве Поскольку они сугубо профессиональны Я хочу напомнить просто нашим слушателям Что они могут тоже принимать участие в разговоре Телефоны прямого эфира 67212-93-9 И 67213-93-9 Пишите также на WhatsApp 2306191 Задавайте ваши вопросы Да, ну и Начнем я думаю с господина Страупа Страупа Ну да 2010 год Рижская дума приняла решение Объединить 15 дом управлений Конечно, официальная идея этого объединения Была очень простая Чтобы дом управления стало ближе жителям И услуги стали дешевле В реальности Если мы говорим в реальности 2010 года Это из 15 дом управлений Три из них было на пороге банкротства Причем не только маленькая Саркандаугова Но и Курзами, которые обслуживает Имман, Болдера и так далее Я знаю, что дом управления Каждый год перед отопительным сезоном Отдалживало около миллиона Латов в то время Дом управления Курзами Чтобы они могли подключить Жителей к теплу Такая ситуация была на 2010 год Дом управления 15 было объединено И с 1 января В принципе я вступил в должность Председателя управления Я как сейчас помню 1 января Страшный снегопад Потом оттепель И все крыши протекали Там ситуация была очень интересная И офиса у нас не было Я сидел в соседнем кабинете Исполнительного директора Радзавича И мы уже с первого дня понимали Что банковских счетов нет Все по-другому стало с того момента И с этого все началось А получается что у вас Практически не было и штата Особенного сотрудников Или как происходило это? Весь штат сотрудников Это были бывших 15 дом управления Которые стали участками Как структурными участками Моя команда Это было 5 членов правления И мой личный помощник То есть такая вот была Очень маленькая команда А как удавалось справляться? То есть вы просто руководили Действиями этих структур? Скажем так Первые месяца 3 Примерно до марта Может быть до апреля месяца Действительно мы работали Как пожарные Откликались только на все те моменты Как зимний период Это нечищенные Маленькие подъездные дороги Протекающие крыши Маленькие ремонтные работы И потом уже с апреля месяца Мы уже начали работать Уже по нормальному Потому что было ясно А ну первая задача была Стабилизировать финансовую ситуацию Финансовая ситуация была стабилизирована Оплаты всех проектов Сходили нормальным образом Так что... А каким образом? Почему получилось так, что У 15 дом управления Это не получалось А у вас это получилось? Откуда появились деньги? Нет, деньги-то были общие В тот момент Денежный поток стал общим Конечно, все подсчитывалось На каждый дом отдельно Но денежный поток был общим Я уже когда-то сравнивал Если правление было 5 человек С 2010 года Тогда до 2009 года Скажем так У нас было 15 председателей правления У нас было на каждое дом управления По 3 членов совета Значит, 45 плюс 15 60 человек работало В административном аппарате Вот всех этих дом управлений После этого стало 5 человек Значит, решения принимались На тот момент быстрее Но намного сложнее Ну, это было Нужно было вникать В запросы каждого участка В этом случае, конечно Те дом управления Которые работали очень хорошо Как, например, Югла Я всегда хвалю участок Югла И до сих пор хвалю Они работали хорошо Но их уровень средний Конечно, немножко понизился Поскольку этот административный аппарат Он пока доходил до верха И потом обратно С исполнением Это было тяжелее Но жители Саркандаугова Это почувствовали сразу Как, в каком смысле? Ну, понемножку в лучшую сторону То есть, у них было совсем все плохо А произошло, можно сказать, выравнивание Получается? Ну, немножко Это была первая задача Выравнить общий вот этот уровень Дом управления А самые какие-то первые вот проблемы Первые вызовы, с которыми пришлось столкнуться Первое января протекающая крыша во всем городе Ну, а вот потом Какие главные были проблемы Если, ну, вот мы говорим не только о погоде Вот протекают крыши Мы внедряли финансовую систему Год проработав Наши бухгалтеря Внедрив финансовую систему Новую Мы нашли К сожалению Это в мое время Единственный большой скандал Который был Наш финансовый директор Оказывается, украл 250 тысяч Его потом уже У меня уже не было В Дом управления Его потом посадили Но главный вопрос в том Что человек недобросовестно Человек, который выбирала наша команда Недобросовестно отнесся к такой ситуации Была такая ситуация Это был самый большой скандал В принципе, единственный В мое время Более за три с половиной года Каким образом можно было Вот так вот украсть 250 тысяч То есть они были просто выведены Ну, не знаю, со счетов или Они были выведены со счетов На другую компанию Потом это закрыв как оплату за тепло А насколько это был серьезный удар Ну, не только по престижу Но и финансовый Финансовый удар Это был не настолько Поскольку это Оборот РНП Был очень большой Поэтому и в один момент Не заметили Но когда это заметили Это главный Это был удар Первый большой удар По престижу компании А если говорить о престиже компании Вот как сейчас Вы оцениваете Что, ну, практически РНП стало таким Ну, не то чтобы пугалом Но вот практически Как мальчиком для битья То есть стало уже просто Хорошим тоном Обязательно вот что-то сказать Ну, насчет РНП Я всегда говорил Что это мой первый сын Потому что Мой настоящий сын Родился четыре года позже РНП мой сын Который связался В подростковом периоде С неправильной компанией Вот И Та, может быть Та проблема Вот и как раз Не настолько проблема Скажем В реальном обслуживании Чем проблема В отношении всех Ну, никто не будет доволен РНП или любой другой компании Потому что Если сравнить Скажем С общественным транспортом Человек с утра выходит Подъезжает к остановке Автобус Который или немытый Или холодный Но у человека Всегда будет надежда Что завтра придет Хороший, теплый, чистый автобус А в том доме В котором он живет Он знает Он жил там 20 лет назад И надеется жить еще 20 лет назад И если не получается Получить то Что он желает Чистый, хороший, теплый дом В хорошем состоянии Техническом Тогда он Ругает дом управления Отчасти Он всегда прав Дом управления тоже Не всегда реагирует Достаточно быстро Достаточно качественно Если вот Да, Сергей Ну я думаю Что здесь я бы еще сказал Так что РНП Является Абсолютным заложником Той правовой системы И той системы управления Которую придумало государство Именно государство В виде сайма В виде законов Выпущенных И далее Потом кабинет министров Своими Всеми постановлениями Они сейчас довели Ситуацию В РНП Как в очень крупном предприятии До абсолютного абсурда И сейчас все политики Отдыхают на этой теме Потому что фактически В РНП Никакого толкового решения С точки зрения Законодательства Которое устроило бы Жителей Нельзя Если ты хочешь Сделать ремонт крыши Сделай конкурс На весь РНП Так ведь Если ты хочешь Починить дверь в подъезде Сделай конкурс На весь РНП Да И это первое Второе Люди Живут в ожидании Что чудо свалится на них Они не завершили До конца Приватизацию И государства Их поддерживают В этом вопросе Постоянно говорят Что и в лице Самоуправления И политиков Что их защитят Я очень надеюсь Что сейчас Вот эта коалиция Которая придет К власти Северическая дума Поскольку это сквозная Коалиция Начиная с сейма Через сейм В правительство Ирическую думу У них не будет Отговорки Что мы не могли Поменять закон Который давно Уже необходимо Менять Они все сквозные Я тут добавлю Поскольку Я был Как частный дом Прав И уже Более 10 лет Я просто Обил все пророги Министерства экономики Потом Сайма Со всеми необходимыми Изменениями в отрасли Которые должны быть И тогда была проблема Всегда С министерствами экономики Все рассказали Все понимаем Двигаем Законопроект Сайм Который бы Как-то бы Утихомирил Все стороны И навел бы порядок Вот В отрасли Сайме Юридически Берёк говорит Нет-нет-нет Потому что там Другая партия В свою очередь То что мы видим Сейчас в РМП Это И скажем так Это лишь Показывает Каким образом Политики До этого Руководили Или надзирали Работу этой компании Почему? Потому что Это Всё время Компания На которой Есть большое Политическое давление И влияние Политика То есть Я пришёл С частного бизнеса Был конкурс Там более тридци Или не знаю Сколько Столько людей Подали свою заявку Я пришёл Своим видением Навести там порядок Потом я Как-то вдруг Чисто для статистики Взял Лурсофт Справку Лурсофта О руководителе компании Угадайте Это было До тех перемен Когда здесь Через буквально Месяц или два Менялись Председатели Компании Их назначали Их не выбирали А назначали Угадайте Сколько Средняя Жизненная Способность Председателя Этой Такой Большой Компании У которой Оборот 60 миллионов А денежный Оборот 200 миллионов Я могу даже Не гадать Я могу сказать Есть только два Председателя Правления Которые В этой Компании Руководили Более трёх Лет Это я И Айвер Гонтер Больше никого нет Остальные Господин Летис Руководил Меньше Остальные По несколько Месяцев А по теперешнему Правлению Это не правление Обслуживающей Компании Это правление Юристов И услышите Такой Большой Компании Где Она Очень Сложная Компания Но У неё Средняя Жизнеспособность Я считал До себя Председатель Правления 9 месяцев 9 Что это Это Как чистое Зеркало Которое Показывает Что происходит Если Любой Даже частная Компания Если вы Председателя Будете менять Через каждые 9 месяцев В среднем Даже в среднем С 10 Года Про что мы Говорим Как Я Как Частный С частного Сектора Пришёл Своим Видением С Мировоззрением С наших Соседей Как Вообще Нужно Привести Всё В порядок Получил Самое Большое Например Количество Голосований За восстановление Домов В моё время Это было 145 Голосований Такого Объёма Такого Узка Такое Скажем Так За этот Прямо Жуток Времени Столько Голосований Нету Ни в одной Даже В городе А треноверных Домов Да Но когда ты Поставил Это На Вот Как Производство Да И Тебя Просто Снимают Просто Потому что Кто-то Другой Дорвался Сейчас Новый Мэр Он Просто Стирает Всё Со Стола Ставит Каких-то Администраторов Себе Покорных Людей Да И Не думает Про то Как Эта Компания Будет Работать Что Хорошо Что Плохо Без Разборов Вот Пока Такой Беспредел Будет Твориться Это Будет Чувствовать На Своей Спине Каждый Из Клиентов К сожалению Этой Компании Политикам Нужно Наконец-то Понять Что Есть Большие Какие-то Задачи Этой Компании Поставить Там Совет И Совет Скажем Так По Каким-то Определенным Порядку Дает Задание Правление Правление Уже Руководит Спокойно На Долгосрочной Перерспективе С Эрвин Рассказал Как он С текущими Крышами Разбирался В свою очередь Меня выбрали В конце 2016 Года Это Впритык Отопительному СЕ Зону На столе У меня Стоял Подписанный Договор С С И Тогда Как вы Помните Конец 2016 Года Начался Полный Бардак В городе С Подключением Тепла К сожалению Я там Сам Работал В режиме 24-7 Тоже Сделал Свой Личный Канал Для Жителей Гонтеров Сайт Эрмпар Парлодис Точно ЛВ Где Все Жители Мне Подавали Заявки Где Что Не Работает И Лично Руководил Каждой Бригадой По всей Риге Чтобы У всех Было Тепло Тогда Мне Удалось Количество Жалоб Уменьшить На Где-то 30-40 Процентов У нас Получилась Судьба Схожа С тем Что В какое-то Военное Действие Нас Вкинули И Разгребали У нас Очень много Звонков Я думаю Что Может быть Попробуем Попрошу Вас Надеть Наушники Будет Слышно В Наушниках Здравствуйте Здравствуйте Вот у нас Рига Нам Опрос Прислал Якобы Много Жильцов Не заплатили За отопление Вот У них Есть юристы Бездельники Которые Мы им Платим Вот Как Это Как Вы Можете Объяснить Эту ситуацию Как Нам С ними Бороться Я не Понимаю Ну То Вы Считаете Что Вы Заплатили Или В чем Проблема Не Ну Я Лично Заплатил Но Кто-то Не Заплатил У них Есть Юристы Ну Судитесь Ничего Они Не Судятся Не Не Наказывают Заключать Заговора Напрямую Ну Спасибо Ну Вот Это Коллективная Ответственность Получается Что Есть Одно Из Первых Противоречий Законодательства Которые Мы Имеем Это Как раз То Об чем Я Бью Пороги Министерство Уже Поле Десяти Лет До Этого Есть Такая Дилемма Во-первых Понятно Что За тепло Надо Заплатить Сейчас Вот Эта Попытка Сделать То Что Делает Сейчас Ригас Нам Парол С долгами По силам Чтобы перевести На прямые Расчеты И списать Деньги С накопительного Счета Потому что Первое Перейти В голосование Это Перейти На прямые Расчеты Которые Будут Не бесплатны Сразу Подчеркну И второе Это Списать Долги Используя Деньги Накопительного Фонда То есть Закрыть Дыру Просто Вот так Обоснован Не обоснован Долг Не важно У вас числится долг Почему Не знаем Списываем Значит Это то Противоречие Которое Давно Заложено Потому что На самом деле Кто будет взыскивать Либо Домоуправление Либо Ригас Силтумс Это вопрос Такой Ну Все равно Взыскивать надо То что Эта работа По взысканию Долгов Абсолютно Неэффективна Хотя Было Очень много Улучшили В последнее В процедуре Взыскания Долгов Да Перекладывать С одной Головы На другую Я бы сказал Неэффективно Почему Потому что Тогда нужно Чтобы Ригас Суды Загружал Своими Исками Ригас Суды Своими Исками Открыто Мы обстоим Своими Исками И пошло Поехало Но Суть вопроса В том Что это Неразвешимо С точки зрения Юридической Эстонцы Давно Это все Решили И очень Просто А Сейчас Попытка Вот это Ригас Нам Парал Днекс Она мне Очень напоминает Попытку Ввести Здесь литовский порядок Когда потребители Рассчитываются С поставщиками На прямую Миную Домоуправление Может в этом Есть какая-то Подоплека Еще и другая Суть Это не поменяет То есть Мы говорим О долге И долг Нужно будет Взыскать Так и так Это как раз то Что я лично Подал В Сейм Как поправки В законопроекте О Гражданский Процессуальный закон О взыске О том Что коммунальные долги Поскольку Они связаны Со всем домом Они И вот таким образом Это угрожает Доставку Тепла Воды И всех остальных Коммунальных услуг Они должны идти До Ипотечных кредитов Иначе получается Ситуация Что дом Прав Подаст в суд Дойдет До судебных приставов Судебный пристав Начнет реализацию Недвижимости И банк Все забирает И ничего не поменял За 10 лет Ровно ничего Еще сейчас Мною поданный Законопроект Просто лежит Где-то Шуфлядки Саем Это раз Второй Поскольку Это все же Сейчас город В городе Есть две компании Ригас Нампар Валнекс Ригас Илтам Стретий Ригас Уденс Три компании Одни Жители Тут вообще Не стоит Перекидывать Эти потоки Как-то С одного На другого И биться Между собой Мое предложение Здесь нужно Смотреть Широ На этот Весь Вопрос Нужно Просто Синхронизировать Эти Данные Когда Ригас Илтамс Получает Деньги От дома Права И Без Какого Либо Стресса На это Смотреть Потому что Ригас Илтамс Деньги Получит Так и Так Он всегда Получает Раз в году Свои Деньги За Тепло Иначе Ригас Илтамс Дом К теплу Не Подключает То есть Здесь Не надо Вводить Какой-то Стресс Не надо Ригас Илтамс Выставлять Страфные Санкции Для Жителей Иначе Они Угрожают Подачи Тепла Всему Городу Но так Делать Нельзя У Ригас Илтамс Как у Поставщика Есть Два Выбора Но если Они хотят Быстрее Деньги Они могут Ити Лично К жителю К владельцу Квартиры И выписывать Ему счет Если через Дом управления Но этот Оборот денег Он длиннее Но он приходит Так и так Он так и так Приходит И здесь Важно Было бы Можно было бы Даже наверное Я с точки зрения Частного Дом управления Смотрю О том Что Ригас Илтамс Каким-то образом Даже Кредитуется Если По необходимости Если Это ему Так Необходимо Но При том Что Например Есть Какой-то Конкретный Документ О том Что С этого Должника Не взыскать Это нужно Ригас Илтамс Списывать Я сейчас Знаю Что наверное Один такой Случай За всю Историю Был Или даже Не был Начали Списывать Начали Сколько Закон Ступил Это сил Уже лет Уже 7-8 Они Все это Время Совпрощились Это Раз Второе Если Дом Меняет Дом управа А дом управа Получилось Что Проавансировал И жителей И Ригас Силтамс Тогда Дом прав Например Указывает Что Эти Люди Эти Жители Не заплатили И эти Деньги Скажем так Они Перекидываются Потому что Это наши Деньги Мы заплатили За жильцов Ригас Силтамс Тогда он Говорит Хорошо Вот по этому Дому Он у вас Например Ушел Но Там Вы Переплатили За него 5 тысяч Это Остается Здесь Это ваши Деньги А Эти Долги Жителей Конкретного Жителя Но Это Никаким Образом Тогда Не угрожало Подачу Теплу Все Дышали Спокойно В городе Сейчас Что Что Сделало РМП РМП Наверное Пошла К Силтамс Начала Договариваться О том Что Как Будет Подключать Город Теплу Сказали Ну Как Не Будет Деньги Никак Не Подключен Я Знаю Тоже Когда Меня Выбрали Первый Документ С которым Я Ознакомился Это Был Аудит Госконтроля Об РМП Прошелся По всем Пунктам Что Как Смотрит Госконтроль На Эту Компанию Главный Принцип Без Таких Каких-то Технических Нарушений Но Главный Принцип Который Гласила Госконтроль Это Деньги Жителей Деньги Жителей Которые Получает Компания Они Заплачены За Конкретную Услугу За Электричество За Вывоз Мусора За Тепло За Воду За Обслуживание И Компания Не Вправе Перенаправлять Эти Потоки За Другую Услугу Например Я Получил Деньги За Управление Домом Я Не Могу Эти Деньги Считать Пересчитывать За Тепло Это Нарушение Закона И Никто Это Не Видит Каждый Смотрит В городе На Какой-то Свой Маленький Сектор РМП Своих Сторон Сылтон С других Сторон Политики С другой Стороны Но Никто Не Понимает Что Вот Это Поле В котором Мы Действуем И Давайте Взаимодействовать Так Чтобы Жители Жили Спокойно Они В Постоянной Каких-то Ситуаций Войны Просто То Что Я Смотрел Со стороны Что происходит С компанией Это Просто Бардак Почему Такой Бардак Меня Сняли Поставил Следующий Мэр Своих Потом Опять Начали Снимать И сыпаться В управление И так далее И это Отражается На жителях Что Не работали Лифты Крисы Бегали Не начатые Ремонтные 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 Совсем Там Те работы Которые Делаются Они Конечно В аварийном Режиме С большими Изъянами И все Как Совсем Другая Ситуация Когда ты Спокойно Планово Роквудишь Компанию У тебя есть План Например У меня Был план Уже В течение Пяти лет Вообще Уйти Из Потерь Воды Первые Двести Домов Должны Были Быть Орудованы Уже В прошлом Году Из-за Смены Председателей Никто Не знает У каждого Председателя Свой Новый План Конечно Это нормально Каждый Приходит Ну Ребята Тут Все Запущено Тут Все Плохо Вот Сейчас Я покажу Ну Приди Поговори Спроси Слушай А что Хорошего Что Перенять Я не знаю Например Тоже И надеюсь Что Это Не пропало Где-то Что Вот Какой Ликтон Как Судьба Какая Судьба Сейчас Этих 145 домов Которые Проголосовали Про Реновации Прореновировать Да Не Прореновировать Кто-то Про них Заботится Потому что Это была Личная Моя Программа Реновации Домов Я Специально Чтобы показать Опыт Других Стран Делал Специальный Семинар Создал Ввез Чиновников Министерства Екмина И Финмина И Алтумна Вот Чтобы показать Как это делать В Эстонии Да Там Чтобы их Была Возможность Говорить Мы тогда Меня Очень Заботил Вопрос О том Что Деньги Алтумна Заканчивались Заканчивались Да Тогда Я привез Реально Готовый Механизм По Продолжению Финансирования Уже В Объеме Тридцати Процентов Это Реальная Программа Которая Работает В Эстонии И заведует Кредекс Это Такая же Институция Как Алтум Суть В чем Суть В том Что Если Восстанавливается Дом Тогда У вас Есть Налог За Это Которые Платят ПВН За Работников И так Далее Эстоники Просто Посчитали Что Налог Налог Которые Государство Получает От того Что 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 Делается Не Делается А Делается Восстанавливается В казну Поступает 32% То есть Просто Из-за Того Что Люди Пришли И Проголосовали Они Поняли Что Нужно Эти 32% Просто Отдать Жителям Они Зарисовали Эти Деньги И Как Фонд И Говорит Хорошо Вы Делаете Государство Получает 32% И Вам 70% Населения Приносит Государству Возврат 32% Налогов Которые Вложены Поэтому Министр Финансов Или Замминистр Финансов Эстонии На последнем Семинаре Он и сказал Что Эти 30% На бюджет Налоговые Нагрузки Не несут И они Результат Налицо Результат Налицо Потому что У тебя Плюс Рабочие Места Плюс У тебя Улучшенная Среда Плюс Энергоэффективность Я же спросил Эстонцев Говорю Ну вы готовы Профессоров Вы готовы Проконсультировать Наше правительство Чтобы Не изобретать Сейчас велосипед А просто Подойти И сказать Ребята Вот И готов Механизм За 2-3 месяца Все Готово Copy Paste Сделать Да мы готовы Но если Вернуться к долгам К той проблеме Которая существует Долг есть Был и будет В домоуправлении Долг это Ну Такая же Неотъемлемая часть Жизни Как сердцебиение Все равно Кто-то опаздывает Кто-то там Попадает В трудные ситуации Каким образом Решили в Эстонии На законодательном уровне Во-первых Признали Что долг Да является Общим долгом Дома Во-вторых На уровне Закона Обязали Каждый дом Создать Определенный Визерный фонд Который служит Для выравнивания Коммунальных платежей Коллеги согласятся Домоуправление Не может функционировать При пульсирующем Потоке денег Чего ты постоянно Не делаешь Потому что У тебя постоянная Нехватка Финансов Вот для выравнивания Этого Создая В Эстонии На законодательном уровне Обязали создать Этот фонд Из которого Можно брать Но При этом Государство Одновременно Сгарантировало Возврат Потому что Любая квартира По умолчанию Имеет Годовую ипотеку То есть В размере Годового Среднегодового Платежа За коммунальные И прочие услуги Ты не можешь Придать квартиру Если у тебя Есть долг А года Вполне Хватает На сегодняшний день Чтобы уже Ну Возбудить Все необходимые Процедуры Потому что Лайвар Упомянул О гражданско-правовом Кодексе Но есть еще Вещь такая Есть банки А есть квартира Просто там Имеет 500-600 евро Долго Раз и продал И все И этот долг На тебе повис Поэтому Была еще Одна поправка Которую Сайм И юридическое Бюро Я подчеркиваю Не комиссия А бюро Успешно вычеркнуло Было написано Совершенно четко В последней редакции Закона Квартирной собственности Мы вносили Предложение Если Собственник При отчуждении Имущества Один Одно лицо Должно Информировать Другое лицо То есть Продавец должен Информировать Покупателя О наличии долгов Если он Не проинформировал И они должны Были Так пункт Извучал Они должны Были Между собой Договориться Кто гасит Если Не прошла Информация Или покупатель Не поинтересовался Наличием долгов То это его Проблема Элементарное Решение вопроса Когда сразу Успокоятся Все Потому что При наличии Такого закона Домоуправление Испытывая Дефицит платежей Может обратиться В банк За кредитом Потому что Это гарантированные Деньги Здесь вопроса Нет У нас же Сделали Все с точностью Наоборот По закону Ввели Коллективную Ответственность За дядю Васю Который живет В твоем доме Это первое И второе Начали угрожать Отключением Коммунальных услуг Потому что Все 59 квартир Заплатили А 60 Нет И все это Благословение Сайма Ну и всех Правящих коалиций До конца Еще нужно признать Что эстонцы Создали Скажем так Взыскывание Этих долгов Намного быстрее То есть Если как дом Года Вот этой Паза должности Это уже Твой риск И это Заставляет Скажем так Контролировать Жильцам Своего Дома Права Которые Не Чтобы у него Была все время Мотивация Взыскать И само Дома Права Потому что Он потеряет Свои деньги И здесь Логика Есть В этом Тогда Хорошо Мы бежим Быстро Мы работаем Быстро И мы знаем Что мы Взыскаем Эти деньги Но Тогда Государство С другой стороны Оно Должно Обеспечить Что Мы получаем Решение Суда За 3 месяца Если же Государство Не может Обеспечить Что мы Получаем Решение Суда За 3 месяца Ну тогда Этот гарантированный Период Покрытия До Взыска Всех Остальных Он тоже Должен быть Дальше Вот и все Но механизм Это готов Они в мире Есть Но это только Механизм Это весной Когда наступил Ковид Очень многие Мои коллеги Из Дома управления Поскольку Один из руководителей Ассоциации Дома управа Тревожно Говорили о том Что если У них Стали Обращались К коммунальным Поставщикам Ответ был Очень простой Идите в банк Ну вот такая Ситуация Ну и Если мы говорим О долгах Есть еще Третий Аспект Этой проблемы Дело в том Что накопленные Во время Ипотечного Кризиса Долги Заметьте На минуточку Правительство Сейчас банком Разрешило списать Их долги Их собственные Долги Но Все Дома управления Попали в одну И ту же Ну я не знаю Как назвать Яму Я бы назвал Это лужа С нечистотами И мы попали туда Почему Потому что Пока банки Упорно сопротивлялись Тому чтобы Квартира была Реализована Всячески Способствовали Продлению Этой агонии Должника И накапливались Долги Потому что Я хочу напомнить В тот период Взыскать долг С должника Можно было В течение Четырех-пяти лет Это был Минимальный срок И плюс Еще банки Имели право На год остановить Реализацию Этой квартиры Потому что Это они Выставили Как социальную цель И накопились Я думаю В РНП Тоже Таких долгов Весьма и весьма Извязанное количество И они все Висят Мертвым грузом Потому что Их нельзя списать Потому что Это не банкроты И это не умершие И с ними Ничего сделать нельзя Они висят За домами В колоссальном количестве В начале В конце Десятого года Когда я Вступил в должность У нас была ситуация Что половина Из банков Дочерних компаний Которых принимали На себя Эти имущества После суда И так далее Была ситуация Такая Что они По полгоду Даже до года Не платили За эти квартиры Квартплату И остальные Все платежи Просто потому Что они Юридически Не переписывали Со старого Должника На новые Предприятия Это была Целая война Я сказал Что отчасти Из этих банков Мы просто Выберем деньги И скажем Публично Что мы с ними Работать не будем В тот момент Уже они Исправились В течение Этого года Но ситуация была И эти долги Накопились Они нигде Не пропали Господин Сидорко Совершенно прав В РНП Есть такая часть Долгов И они не списываются Так а сейчас мы должны Ответить все же Четко и ясно На вопрос Слушателя Что делать С этим вопросом Который пришел Смотрите Это опять таки Такая Попытка Смотреть на эту Проблему Очень узко Из этого Я бы сказал Нельзя голосовать За Те предложения Которые поставлены Почему Потому что В первом случае Там где идет Речь о прямых Ресчетах Это никаким Рига Силтон заявил Четко и ясно Это никаким Образом Не предотвратит Дом От его Отключения Тепла Если все Не заплатят Плюс у вас Будет Высший счет Потому что Рига Силтон будет Выписывать За выставление Счета Счета Каждому Из вас Еще наверное Рамках 3-5 евро То есть у вас Коммунальные счеты Еще больше Удержаться И самое главное Это не решит Саму суть Проблемы Второй вариант Списать просто Тупо С накопительного Фонда Эти деньги Чтобы все Про них Забыли Тоже нельзя Почему я так говорю Почему Таким образом Мое мнение Мое мнение Такое Чтобы Беря во внимание Что сейчас у нас После выборов Тот же состав Самоправление И в государстве Значит легко Будет договориться За одним столом Представителям Рига Силтон Потому что Там Есть В совете Представители И министерства И самоправления То есть Это все Одно целое И у меня Есть решение Им просто Нужно принять Это решение И все И чтобы Не дергать Больше И не делать Эти стрессы По городу Из-за этого Отвечаю Еще раз На Вопрос Слушатели Мое мнение Не делать Ничего Заставив Политикам Найти другое Решение Как просто Тупо Перекидывать Все эти проблемы Которые в государстве Есть Все эти проблемы Которые есть В самом правлении На плечи Простого жителя Так делать Нельзя Я бы сказал Это не проблема В государстве Это проблема В мозгах Некоторых Юристов Которые определяют Политику Всей коалиции В целиком И здесь Айр Абсолютно Прав Потому что Сейчас Если раньше Садились Противовольствующие Стороны Муниципалитет Согласия Все остальные Коалиции То сейчас Должны сесть Одним Я предлагаю Вот последний Вопрос Заслушать Здравствуйте Пожалуйста Вы в эфире Долго прозванивались Алло Добрый день У меня вот такой вопрос Значит Закон о квартирной Собственности Предусматривает Что в обязанности Собственной Квартиры В ходе Значит Обеспечить Возможности Обследовать Отдельную Собственность Да Но закон Не предусматривает В каких случаях Не предусматривает Критерий По которым Председатель Условно Будем говорить Да Должен Обследовать Отдельную Собственность В уставе Тоже нет Этого Вопроса Законно Лишь Что председатель Представляет Некоторым Жителям Обследовать Их Отдельную Собственность Только на основании Того Что они там Затребуют Какие-то документы От него То есть С ними разделаться Вот по такому Большому счету И если Люди не пускают Его в свою Отдельную Собственность Он на них Подает в суд Законно ли это Подавать Заявление В суд На то Чтобы этот Человек Обеспечил Возможность Дать Обследовать Отдельную Собственность Спасибо Абсолютно Законно И это Закон Остановится На том Что у управляющего Не только Если Право Но и обязанность Осматривать Внутренние Коммуникации Дело в том Что ваши Квартиры Все отягощены Общими Коммуникациями Общего Пользования И управляющий При возникновении Технической Необходимости Либо По Согласно Документам Которые Регламентируют Периодичность Обязан Осматривать Квартиру А если Вы не пускаете То это Противодействие Правовым Действиям Государства Он же не Осматривает Ваше Пространство Под кровать Он осматривает Стояки Если там Не идет труба Ну конечно У нас Просто закончилось Время Я предлагаю Может быть Продолжить Действительно Разговор Если есть Такая возможность На следующей Неделе Потому что У нас Очень много И звонков И я вижу Что здесь Пришли В письменном виде Я тогда Может быть С них Как раз Начну Следующую Программу Нам Слушательница Прислала Целый ряд Вопросов Спасибо Огромное Айварс Гонтарев И Эрвин Страупе А также Сергей Сидорко Были в нашей студии Это программа Добро пожаловаться И мы продолжим Разговор Ровно через неделю Спасибо Всего доброго